Это была давняя мечта Вячеслава и Лилии Сивковых пересесть на новенький автомобиль. Намаившись с подержанным авто, семейная пара отважилась почти на отчаянный поступок – купить машину в кредит. Привлекло заманчивое предложение. Интернет-сайт московского автосалона предлагал нужную Сивкову модель китайского авто всего за 419 тысяч рублей, тогда как в Перми за нее просили 480. Более выгодными по московскому предложению казались и условия займа под 6,5% годовых. Недолго думая, супруги продали за 100 тысяч свой старый автомобиль и с первоначальным взносом отправились в столицу. Теперь вспоминают, многое должно было насторожить в самом процессе оформления сделки в Москве. Девушка сидела за такой ширмой, руку протянула, 100 тысяч взяла, выписала чек. Но чтобы нам оформили документы полностью, девушка, которая аккредитный инспектор, ее зовут Оля, как она представилась, она забрала этот чек обратно и нам его уже не вернули. Еще несколько странных моментов вспоминают Сивковы. На сайте обещали кредит под 6,5%, в салоне другая информация – 8,5%. Оформляли кредит в удаленной от салона затемненной комнате. Супругу в момент совершения сделки попросили выйти. В итоге в салон пермики приехали в 10 утра, документы оформляли в 7 вечера. К тому моменту на подписание выстроилась толпа таких же приезжих покупателей из разных уголков страны. Проведя целый день в суетливой нервотрепке, Лилия и Вячеслав были согласны на все, лишь бы уже уехать из салона. Я расписался везде. Для начала я посмотрел внимательно верхушку документов, то есть договор купли-продажи и договор с банком. Это основные документы, а дальше приложение, приложение, приложение. Ну и то есть я дальше уже черкал, а дополнительно взяли расписку, что я нахожусь. То, что написано все мной собственноручно, я расписывался, будучи в здравом смысле, в здравом уме, да, и в притрезой памяти. Во время подписания кредитного договора, предполагает Вячеслав, во втором и третьем экземпляре документа оказались листы с иными условиями сделки. Поскольку внимательно он изучил только первый экземпляр, а остальные бегло, получилось первый экземпляр кредитного договора. Агент забрал себе, а у покупателя на руках оказался подложный документ. Это супруги обнаружили лишь по пути домой, на расстоянии 500 километров от Москвы. А что делать, педороги? Я беру документы, значит, и начинаю листать. И у меня глаза просто выпадывают. В смысле, говорю, 26% годовых на 7 лет, Слава, заметил. Я говорю, у нас переплата полтора миллиона получается. Я говорю, мы не такую сумму делали в банк заявку, мы делали на три года. Смотрю, что нету тех бумаг, которые мы действительно подписывали, которые мы видели. Их нет. Супруги до сих пор в полном отчаянии. Сейчас за машину им надо отдать полтора миллиона рублей. Долгожданная покупка стала тяжелой обузой. Позвонили агенту. Звонила Филиппу, звонила. И говорила, Филипп, ты зачем так сделал? Я не знаю, сейчас вы будете меня снимать или нет, да? Говорю, мне тебе проще пристрелить, чем платить этот кредит. Я говорю, понимаешь? Я говорю, нет таких денег. Вы же видели, что вы подписывали. Ситуация практически безнадежна, комментируют случившиеся юристы. Шансы что-то отвоевать минимальны. Хотя зацепиться есть за что. Ситуация 50-50. То есть, вот как замечательно сказал один мой товарищ, многое зависит не столько от суда, сколько от самого судьи. От его, скажем, профессиональных навыков и его отношения к вопросу. Зацепиться здесь можно только вот что. Конечно, скажем так, людям будет трудно оспаривать договор, что они были введены в заблуждение. Ну, взрослые люди вроде психическими заболеваниями страдают. Но единственное здесь можно делать, попробовать упор о том, что они были введены в заблуждение рекламой. То есть, той рекламой, которая была размещена на сайте вот этого автосалона. Семейная пара заняла активную позицию. Сейчас Вячеслав и Лилия готовят претензию банку. А в социальных сетях кинули клич. Кто столкнулся с такой же бедой, объединяйтесь. Может быть, откликнутся люди тоже попали, которые в неприятную историю в этом. Может быть, мы вместе что-то сможем сделать. Ну что, один я, у меня одного не получается пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok